друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки предлагаю перейти к повестке экономического календаря того что мы ждем в плане фундаментальных статистических отчетов из событий сегодня буквально совсем скоро будет публикован отчет по темпам экономического роста англии это статистика за второй квартал поскольку второй квартал это пик пандемии коронавируса в английской экономике как в целом и мировой экономике мы настраиваемся на плохие цифры в принципе знаем уже неоднократно подчеркивалось то что спад превысит 20 процентов но вот осталось только дождаться реальные показатели далее в 10 20 выступления к кристин лагард председателя европейского центрального банка не думаю что лагард сможет раскачать движение европейской валюты потому что ранее мы все что наверное могли от нее услышать уже услышали на данный момент ецб не готов задействовать новые к меры экономического стимулирования работают прежние соответственно нет причин настраиваться на какие-то изменения денежно-кредитной политики а вот после этого мы переключим свое внимание на американскую статистику это сразу же отчет и дипи который хим традиционный скажем так для первой недели каждого месяца поскольку и дипи предваряет но он фарм перелс вот отсюда и значимости отчета фактически по тем данным которые мы получим сегодня в 15 15 по московскому времени можно будет сделать вывод о том какие данные будут публикованы от он фарм перелса а в пятницу друзья я уже много раз говорил что атака нюнктура которая складывается в последние недели или даже месяцы в штатах а явно свидетельствует о том что американская экономика утратила импульс экономического роста сектор труда это один из драйверов просто американской экономики мы анализируем 4 отчета в месяц по заявкам на пособие по безработице если у кого-то из вас есть вопросы к качеству статистики и тому насколько она сейчас является слабый либо сильный я рекомендую еще раз в экономическом календаре пробежаться по релизам по заявкам и вы поймете что за последний месяц за по итогам последних четырех отчетов по заявкам мы с вами пришли к выводу и убедились в том что рынок труда сша буксует поэтому я не настраиваюсь на какое-то чудо статистическое сегодня я жду слабые цифры и в целом даже если сегодняшний отчет все-таки по тебе будет неплохим но он фармы растает все по своим местам и скорее всего точно просигнализирует о слабости американского рынка труда также 1530 сегодня мы ждем данные по темпам экономического роста американской экономики это тоже за второй квартал это же прогнозируемый серьезнейший спад больше чем на 30 процентов и замыкать сегодняшний день будет отчет по запасам нефти сша в 1730 по московскому времени вот эта статистика будет тоже очень интересно потому что ранее от американского института нефти мы получили подтверждение и данные о росте запасов соответственно если официальные цифры также будут со знаком плюс а те распродажи которые вчера имели место быть на рынке углеводородов могут продолжиться давайте поговорим теперь об индексе американской валюты 93 98 это те котировки которые мы видим в моменте в целом друзья начало недели складывается очень даже неплохо для нас для продавцов доллара потому что индекс американской валюты очень неплохо снижается у нас было три важных триггера скажем так за которыми мы следим которые мы ждали это дебаты решения конгресса и пятничная статистика по нон фарм перлс так вот дебаты завершились несколько часов назад и может быть изначально их значение было преувеличено потому что по факту мы сейчас уже говорим эти дебаты привели лишь к скромным движением на финансовых рынках и сейчас после тех локальных минимумов например того же самого американского фондового рынка которые были достигнуты с нп нас даком и дон джонсом индексы сейчас понемногу начинают восстанавливаться евро тоже дал коррекцию на сегодняшних дебатах сейчас тоже постепенно восстанавливается с дневных минимум то есть можно сказать что настроение на финансовых рынках остались прежде все потому что ничего нового не от байдена не от трампа никто не услышал трампа сделал акцент на антикитайскую риторику мы про это тоже на знали байден говорил про налоги и про перспективы экономического роста ну понятно что ему сейчас может быть нужно вести более ожесточенную борьбу что ли за электорат потому что трампа мы более менее знаем на посту президента оба политика сошлись во мнении о том что текущие выборы будут крайне непредсказуемыми мы это также знали оба обозначили что подсчет голосов может затянуться из-за высокой степени фальсификации результатов высокой вероятности того что это может произойти это как следствие дистанционного голосования и важный нюанс за я немножко даже удивился то что по итогам дебатов все-таки рейтинги трампа снизились вероятность его победы на предстоящей президентской гонке до дебатов оценивалась в 42 процента сейчас она снизилась до 40 процентов то есть фактически можно сказать что байден не такой уж и старый и может вести пока что достойную конкурентную борьбу с трампом посмотрим как будут развиваться события дальше но я не сомневаюсь в том что в конце концов трамп на нужном повороте сможет обойти байдена а значит пока что остается в силе идея роста американского фондового рынка и слабости доллара далее друзья мы переключаем внимание на решение конгресса по новым мерам фискального стимулирования в начале этой недели и мнучин и нэнси пелоси подтвердили что и республиканцы демократы сейчас активно работают над новым антикризисным фондом вот единственное что бодаются относительно объема стимулирования республиканцы выступают за то что нужно согласовать фонд на полтора триллиона эта информация буквально несколько часов а демократы ставят на то что фонд нужен куда больших объемах 2 и 2 триллиона короче ждем решение оно должно уже совсем скоро прийти на рынок новые деньги это причина для роста фондового рынка и дополнительной слабости американского доллара золото 1889 сейчас моменте локальный максимум был практически 1900 друзья ставка на рост сохраняется потому что мы ожидаем еще большего снижения курса доллара европейская валюта растет ждем выше отметки 1.18 сейчас котировки 1.1733 по фунту 1.2837 заманчиво конечно же купить британскую валюту на фоне роста британцы фунта как и прочих рисковых инструментов но не забывайте что здесь довольно такой щекотливый является тема брекзита и если на рынок придет негатив по этой тематике то распродажа фунта могут очень быстро вернуть пару в район отметки 1.27 или даже ниже от бейли председателя банка англии ничего нового мы вчера не услышали поэтому как бы вписывать его риторику в триггеры значимые факторы движения фунта я бы сейчас не стал риск остается значительным для британской валюты не только из-за брекзита еще и за ситуации с коронавирусом если рост количества заболевших в текущих темпах а будет продолжен то возможно друзья уже к середине октября правительству англии а вновь поднимет вопрос о целесообразности полноценного локдауна и что касается рынка нефти на данный момент котировки бренда котируется на отметке 41 доллар за баррель я пытался найти какой-то значимый триггер сейчас для распродажа нефтяного рынка но к сожалению не нашел но единственное что трейдеры вновь решили что влияние пандемии на мировую экономику будет настолько разрушительным что очень сильно пострадает спроса поскольку нет локально значимого действительно афона которым можно было бы оправдать действия продавцов друзья я думаю что текущее снижение которое мы видели могут довольно быстро на выкупить особенно в преддверии предстоящего релиза по запасам который также может склонить игроков снова на сторону покупок не забывайте что очень значимым фактором для движения нефти является доллар если американская валюта продолжит снижаться в тех же масштабах и с теми же темпами что в начале этой недели то опять же инициатива может оказаться на стороне покупателей нефтяного рынка потому что чем дешевле доллар тем соответственно не становится более привлекательной на этом собственно все большое всем спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии всем пока